Привет, родные! Надеюсь, вы уже видели две подборки лучших христианских фильмов на нашем канале, которые мы приготовили специально для вас. Если нет, вы легко сможете найти ссылочки на них в описании. Сегодня же, по просьбам наших дорогих подписчиков, мы представляем необычный обзор пяти самых опасных фильмов, которые большинство считает христианскими, но мы называем их псевдохристианскими и постараемся аргументировать свое мнение в этом видео. Сразу важно подметить, что, первое, мы выпускаем это видео, осознавая, как плохо, к сожалению, современное поколение сегодня знает Библию и хотим показать, что Голливуд, беря за основу библейский сюжет, зачастую отходит от него так сильно, что истина писания искажается вовсе. Второе. Данный обзор, в отличие от остальных, будет содержать спойлеры, так как иначе невозможно объяснить суть опасности того или иного фильма. Третье. Нет, мы не считаем, что это видео поспособствует популяризации плохого кино для верующих. В первую очередь, потому что большинство этих фильмов входят в топ-20 результатов выдачи в поиске Google по запросу «христианские фильмы», и наверняка многие их и так уже видели. А если нет, то лучше уж пускай посмотрят, зная опасность в лицо. Как говорят, предупрежден, значит вооружен. Что ж, если вам нравится идея данного видео, поставьте ему лайк и подпишитесь на канал прямо сейчас. Итак, топ-5 христианских фильмов, которые на самом деле таковыми не являются. Поехали. Начнем, пожалуй, с захватывающей экранизации библейского сюжета о Моисее режиссера Ридли Скотта. Фильм отснят действительно с колоссальным размахом. Вот только замахнулся Ридли и на подлинное повествование описания, позволяя себе слишком много режиссерских вольностей, которые не только искажают библейскую картину исхода, но и характер Бога. По сюжету киноленты Яхве является Моисею в образе эмоционального холодного мальчишки, похожего на странствующего буддийского монаха, который призывает его воевать за свой народ. Абсолютно искаженная концепция подлинного библейского призыва Моисея. К тому же, по фильму он уходит в Египет в одиночестве, оставив обиженную и разочарованную в вере жену дома, в то время как по Библии изначально они отправляются в Египет всей семьей. По прибытию в страну поработителя он тайком пробирается в дом фараона и, приставляя меч к горлу, требует, чтобы тот отпустил израильский народ, что объективно является полнейшим абсурдом. Затем, по вымыслу режиссера, Моисей обучает евреев военному искусству, проводя мастер-классы и подбадривая мотивационными речами, настраивая однополчан на войну. По фильму рабам даже удается свободно выбегать из своих домов, чтобы пострелять в египтян из лука горящими стрелами. Это, конечно, выглядит весьма нелепо как с библейской, так и чисто с логической точки зрения. Теперь несколько слов о египетских язвах. В Священном Писании это чудеса, которые подчеркивают величие Бога и производят суд над Египтом. Однако в киноленте «Исход» они скорее представлены естественной губительной цепочкой природных явлений. Сперва крокодилы перегрызают моряков и друг друга, отчего вода становится кровью. Затем из-за вымершей рыбы жабы вынуждены были выйти из реки, так как жабы не могут долго без воды, они вздыхают и от их разложения появляются мухи, мухи кусают людей и появляются нарывы и так далее. Подобная интерпретация имеет право на жизнь, однако в Библии мы четко видим, что Моисей даже специально спрашивает у фараона, в какой день он хочет, чтобы они помолились за Египет, чтобы жабы ушли. То есть подчеркивается идея, что Бог лично управлял ходом казней. Это не было просто злосчастное стечение обстоятельств. Также искажена сцена непосредственного выхода израильтян из Египта. В фильме египтяне плюют в сторону рабов, покидающих их страну. В Писании же мы находим, что ко времени исхода египтяне настолько уважали и даже боялись израильтян, что даже отдали им свое серебро, золото и дорогие одежды. Ну и кульминационным разочарованием для верующего зрителя становится переход израильтян через Черное море. Вместо разверзающегося моря мы наблюдаем лишь длительный отлив воды. Кстати, такая теория действительно бытует среди либеральных богословов, которые вечно норовят сверхъестественное божественное вмешательство объяснить каким-то приземленным обыденным явлением. Но самое трагичное то, что режиссер представил зрителю Яхве скорее как жестокого тирана, чем бога любви. Да, непросто в контексте египетских казней подвести к любви, но тогда хоть не стоит перегибать в сторону кровожадности и мести. Ведь на самом деле бог дорожит каждым человеком. Он не хочет смерти грешника, но желает спасти его. Свидетельством тому является тот факт, что вместе с израильтянами вышло множество египтян, которые поверили в единого живого бога. В общем, да простит Всевышний Ридли Скотта за его грубое самовольничество в библейском сказании. Еще печальнее в плане искажения библейского сюжета делаю обстоит с фильмом «Ной», повествующим нам об истории всемирного потопа. Творцом этой киноленты является Даррен Аронофский, который прославился нестандартностью и мрачностью своих работ. Именно он пару десятков лет назад создал некую революцию в мире кино под названием «Реквием по мечте», демонстрируя ужас наркотической зависимости. Лично у меня, как у верующего человека, сложилось впечатление, что сценарий фильма «Ной» был написан также под влиянием какого-то психотропного вещества. Здесь праведный Ной защищает животных, зато жестоко убивает людей. Мрачные каменные стражи-убийцы помогают Ною строить ковчег, рубя деревья, выросшие за мгновение из какого-то мифического семечка райского сада. Но на этом волшебства для режиссера было мало, и он знакомит зрителя с дедушкой Ноя, который словно сказочный Гэндальф шаманит, исцеляет и пророчествует. Всего этого, конечно же, и подавно нет в канонических книгах Библии. Как мы знаем со страниц священного писания, Ной вошел на ковчег с женой, тремя взрослыми сыновьями и их женами. В фильме же сыновья Ноя скорее подростки, чем мужчины. При этом Хам, один из сыновей, еще и страшно зол на своего отца за то, что тот не разрешает ему взять с собой на ковчег девушку, которая могла бы стать его женой. И в то же самое время Хам пытается украсть себе подружку из языческого лагеря. Его попытка заканчивается провалом. Девочку убивают по дороге на ковчег. Хам впадает в депрессию и еще больше начинает ненавидеть Ноя за то, что он не помог ему спасти возлюбленную. Внимательный читатель Библии знает, что Ной строил ковчег многие годы и все это время проповедовал односельчанам в надежде, что они покаются и спасутся. В фильме все происходит ровным счетом наоборот. Язычники жаждут попасть на ковчег, а озверевший Ной отбивается от них, как от мух, убивая каждого, встречающегося у него на пути. Слыша крики страха и мучения людей за пределами судна, дети пытаются уговорить отца взять кого-то на ковчег. Однако Ной хладнокровно отвечает. К этим нездоровым фантазиям режиссера добавляется еще и то, что в итоге на ковчег все же пробирается лидер язычников по имени Тувалкаин, который, сговорившись с обиженным хамом, пытается убить Ноя. Правда, безуспешно. Ну и эпогеем сюжетного бреда становится желание Ноя убить своих внуков, которые вот-вот должны родиться от жены Сима, потому что убежден, что Божья воля в том, чтобы уничтожить все человечество, включая и его семью. И хотя заканчивается фильм на относительно положительном финале, он не скрашивает весь тот сгусток гнилых домыслов и глупых фантазий, помещенных в данную киноленту, который в итоге выливается на праведный характер Бога и святость Его Слова. На третье место в списке предостережений мы поместили фильм под названием «Последнее искушение Христа», вышедший еще в далеком 1988 году, на который до сих пор в миру восхваляется как шедевр, а среди христиан вызывает волну негодования и протестов. К слову, он был запрещен к показу в ряде стран по причине оскорбления чувств верующих. Имя режиссера данного фильма широко известно всем любителям киноиндустрии. Мартин Скорсезе – гениальный режиссер, сценарист и продюсер, под чьим знаменем родились на свет множество легендарных кинолент. В 2010 году по результатам массового опроса жителей США Скорсезе провозгласили лучшим ныне живущим режиссером. Трагично наблюдать, как дьявол использует людские таланты, чтобы уводить человечество от истины. Мы неспроста так подчеркнули личность Скорсезе, чуть позже вы поймете почему. С первых секунд режиссер сознается, что в основе этого фильма не Евангелие, а литературное исследование вечного духовного конфликта. Звучит это как-то неоднозначно, не правда ли? Внесем ясность. На самом деле фильм снят не по Библии, а по мотивам романа греческого писателя Никаса Казанзакиса, мировую славу, которому, кстати, принесли не сами его произведения, а их нашумевшие экранизации. Кинокартина сразу же погружает зрителя в кощунственную сюжетную линию, где плотник Иисус мастерит кресты для римлян. Далее, в описании сюжета, я буду употреблять просто словосочетание «главный герой», так как язык не поднимается называть его именем нашего спасителя в контексте данного фильма. Его другом и в то же время ненавистником является Иуда. По сценарию главный герой мучается, слыша внутренний голос, но не в силах определить, точно ли это голос Бога. Порой ему кажется, что это дьявол навеивает мысли, что он Божий Сын. Он предполагает, что это лишь его человеческая гордыня. То есть происходит постоянный душевный конфликт, в котором главный герой пытается определить, является ли он мессией, или он простой человек. Затем происходит ряд событий, которые мы находим на страницах Писания, но здесь они жутко искажены сценаристом, так что у любого верующего, знающего Библию, все увиденное наверняка вызовет тошнотворный рефлекс. Избавление женщины-блудницы от побиения камнями, встреча с Иоанном Крестителем, чьи проповеди здесь обрамлены сектантскими плясками обезумевшей толпы, а не призывом грешников к покаянию. Затем режиссер ведет нас через сцену искушения в пустыне. Только в фильме вместо сатаны перед мессией предстают змея, лев и огненный столб. И можно было бы простить эту дикую фантазию режиссера, ведь дьявол действительно в силах принимать различный облик. Однако и слова искушения абсолютно не сходятся с тем, что описывали подлинные авторы Евангелий. Далее по сюжетной линии все лишь начинает ухудшаться. Главный герой по возвращении из пустыни перестает провозглашать любовь и начинает призывать к войне. Исцеление больных и освобождение бесноватых также проходят в максимально мрачных тонах. А одна из самых торжественных библейских историй о воскрешении Лазаря в фильме подана настолько отвратительно, словно режиссер попутал жанры и снимал хоррор. Ну а потом начинается полная хинея. Главный герой лично убеждает Иуду предать его, уверяя, что в этой миссии спасения у каждого своя роль, и что Иуде выпала самая непростая, но самая ответственная роль. Только из-за дружбы и любви Иуда соглашается, делает свое грязное дело, и вот мы уже видим сцену распятия. И зрителю может показаться, что на этом сюжетные мутации исчерпаны. Но нет, перед самой смертью появляется ангел-хранитель, который отговаривает героя умирать. Тот соглашается, ангел снимает его с креста, и он начинает жить, как обычный человек, заводя семью и детей. Детали рассказывать не стану, бережа ваши и без того израненные от услышанного нервы. В конце концов, перед главным героем являются апостолы, которые рассказывают ему, что он сделал ошибку, сойдя с креста, и что тот ангел-хранитель в действительности есть сатана, обманувший его. Главный герой едва ли вынес столь ужасающие новости, но все же нашел в себе силы попросить у Бога прощения и возвращается на крест. Заканчивается кинолента тем, что смерть на Голгофе все же происходит, то есть спасение мира состоялось. Стоит признать, что фильм «Последнее искушение Христа» – трагичная иллюстрация сатанинского искусства смешивать библейскую истину с ложью, не заводя возвышенную историю спасения человечества Иисусом до самого низкого омерзительного уровня. Серебро среди пятерки псевдо-христианских фильмов мы вручили всемирно известной рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», которую впервые на широких экранах мир увидел еще более 40 лет назад. Любопытно подметить, что в этом мюзикле сценарист не позволил себе далеко уходить от евангельского сюжета, хотя, конечно, без переборов не обошлось. Здесь бурный резонанс в обществе в первую очередь вызвало именно музыкальное оформление, имеющее местами весьма грубый роковый окрас. Если даже спустя почти полвека он режет уши современному слушателю, можно только представить, что было тогда, в 70-х. Здесь очень интересно было бы услышать ваше мнение. Можно ли ради благой цели распространения Евангелия использовать, к примеру, рок-музыку? Или вообще, главное, это слова, а стиль музыки не имеет значения? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Интересной особенностью мюзикла является то, что режиссер, благодаря неординарным костюмам и локациям съемки, попытался объединить две эпохи – современный мир и Древний Рим, а также то, что там нередко звучат прямые цитаты из Библии. Это в каком-то смысле подкупает христиан. Однако неприятно для глаз и сердца видеть, что Мария Магдалина меняется к лучшему не из-за того, что почувствовала божественную любовь и освободилась от бесов, а потому что сама влюбилась в Иисуса. Или как прокаженные и одержимые обступают Иисуса, жаждущие исцеления, а Он говорит, что их слишком много и молит, чтобы к Нему не прикасались, чтобы Его оставили в покое. Максимально странно и богословски неверно слушается молитва Иисуса в Гевсиманском саду, когда Он говорит Небесному Отцу, что готов умереть на кресте, но при этом требует, чтобы Бог прямо сейчас объяснил Ему причину, по которой Он должен умирать. Что от этого Ему будет? То есть Он как бы ищет выгоду из всего этого. Это противоречит основной вести Писания, что Иисус четко знал, что Он пришел в этот мир, чтобы спасти человечество. Он не искал в себе никакой славы. В конце концов, после ряда других пронизывающих душу эпизодов оперы, Иисуса пригвождают ко Кресту. Он вопрошает Отца, почему Тот Его оставил и... Самое ужасное, что на этом, по сути, фильм заканчивается, оставляя ощущение разочарования и отсутствие смысла в смерти Иисуса. Все артисты, участвующие в мюзикле, напоказ разъезжаются с тоской и досадой, глядя в сторону распятия. Никакого воскресения, никакой надежды. Даже если попытаться понять и оправдать экстранеординарный формат подачи Евангелия и его музыкального обрамления, показать распятие без истины воскресения – это непростительное преступление. По этому поводу Павел выразился очень четко – если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна. Наверняка сейчас большинство христиан, видевших молчание, в недоумении, почему мы на такой потрясающий фильм лепим ярлык псевдохристианский, да еще и закинули его на верхнюю позицию злосчастного топа. Конечно, в нем не найти ни ярко выраженного кощунства, ни искаженного библейского сюжета, ни скандальных роковых аккордов. Я даже приводил пример из этого фильма в одном из своих видео. То есть в нем однозначно можно найти что-то поучительное и полезное для размышления. Но в то же самое время за этим всем может скрываться нечто по-настоящему опасное для христиан. Позвольте пояснить. Во-первых, режиссером фильма «Молчание» является уже хорошо знакомый нам Мартин Скорсезе. Да-да, тот самый Скорсезе, который отметился всего двумя ступеньками выше, как режиссер фильма «Последнее искушение Христа». Безусловно, хотелось бы верить, что так как «Молчание» – это одно из последних детищ режиссера, то он успел покаяться к этому времени и начал создавать подлинно христианские шедевры голливудского масштаба. Однако давайте разберемся в сюжете «Молчание» и попробуем определить его подлинную основную идею. Ведь, по сути, все решает задумка автора, а не то, как мы ее для себя интерпретируем. Фильм начинается с пролога, в котором португальский священник Криштован Феррейра становится свидетелем пыток японских новообращенных, которым он пытался донести христианскую веру. Священник беспомощен в присутствии японских властей, применяющих пытки, и никак не может уменьшить боль обращенных. Несколько лет спустя в иезуитском колледже святого Павла получили известие о том, что Феррейра в Японии отрекся от веры после пыток. Кстати говоря, меня сразу насторожило то, что речь идет об иезуитах. Здесь меня поймут только те, кто знает, что в реальности кроется за иезуитским орденом. Да, но это уже тема для отдельного видео. Так вот, не веря данному известию, ученики Феррейры, молодые иезуитские священники Себастьян Родригес и Франциско Гарупе отправляются на его поиски в сопровождении рыбака-алкоголика Кетидзира, который однажды сбежал из Японии, чтобы спасти свою жизнь. Для них это дело чести доказать, что их наставник скорее погиб мученической смертью, чем отрекся от христианства. Священники сталкиваются со страшными испытаниями и гонениями, но хуже собственной боли наблюдать за пытками новообращенных христиан. Это разрывало сердца Себастьяна и Франциска изнутри. Одному из главных героев топят на глазах у друга. Второго священника японцы решают полностью раздавить духовно, демонстрируя все новые мученические смерти верующих. Они хотят таким образом разбить последнее, что у него осталось – его веру. Себастьян пытается найти силы, чтобы не сдаться. И ты, как зритель, ожидаешь либо счастливого избавления, либо героических пыток за веру. Но в результате случается самое страшное. Себастьяна отводят в буддийский храм, где навстречу ему выходит его духовный наставник Феррера, которого он так долго искал. И к дикому изумлению Себастина, его бывший учитель начинает рассказывать ему, что на самом деле отрекся от Христа. Рассказывает ему, что все эти страдания напрасны, что японцы никогда не примут их веру и советуют ему также наступить на распятие Иисуса, убеждая, что это лишь формальность. И напоследок запугивает его тем, что он так или иначе не выдержит самую страшную пытку под зловещим названием Яма. Ту пытку, на которой однажды сдался он сам. И ты просто еще долгое время не можешь прийти в себя после того, как этот измученный физически и духовно молодой священник отрекается от христианства, принимает буддизм, женится на японке и так и умирает в бесславной старости в чужой стране. Да-да, я тоже сперва пытался зацепиться за загадочную концовку, где режиссер показывает, что Себастин умирает, сжав в руках изображение распятия, будто давая понять, что в действительности он продолжал верить до конца. Но все же это никак не могло перекрыть общее ощущение пустоты и разбитости после просмотра этого фильма. Воле-неволе развязка киноленты навязывает тебе одну простую, но острую, как бритва, идею. Нет смысла так страдать. Все равно отречешься. Не нужно мучиться ради своей веры. Ведь предать Иисуса в подобных случаях это лишь формальность. Это непростая тема, знаю. Особенно в контексте религиозной свободы нашей страны, где настоящее гонение мы можем увидеть лишь на ютубе. Однако, так будет не всегда. Придет время, когда преследования подлинно верующих христиан станут реальностью. И тогда враг будет тянуть за любые слабые струны твоего сердца, лишь бы разбить твою веру в дребезги. Одной из таких слабых струнок может стать фильм «Молчание», который в ярких красках напомнит тебе лживую идею о том, что борьба за веру бессмысленна. Именно в этом, по моему субъективному мнению, и кроется основная опасность данной киноленты. И именно поэтому я считаю, что этот фильм скорее псевдо-христианский, чем подлинно христианский. Конечно же, было бы очень интересно услышать твое мнение на этот счет. А решение дать первенство «Молчанию» в этом топе было обусловлено тем, что простому верующему распознать духовную гниль в этом фильме в разы сложнее, чем во всех предыдущих. Вот такой вот обзор, родные. Если вам было интересно и полезно, покажите нам это вашим лайком. Напишите нам в комментариях, какие фильмы из этих вы уже успели посмотреть, каковы были ваши впечатления от увиденного, в чем вы согласны с нашей критикой, в чем нет. А также предлагайте новые фильмы для подобных разборов. Подписывайтесь на наш канал. И главное, никогда не забывайте, что с Богом реально круче. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!